Лайма Вайкуле дружит с Аллой Пугачевой много лет. Поэтому она всегда готова вступиться за давнюю подругу. Исполнительница хита Вернисаж не скупится на хлесткие выражения. Алла Борисовна вместе с семьей обосновалась в Израиле. Эмиграция Примадонной российской эстрады вызвала общественный резонанс. Даже коллеги-артистки разделились на два лагеря, одни попытались оправдать отъезд звезды супружеским долгом, другие потребовали лишить ее государственных наград. По мнению Лаймы, никакое хейтерское высказывание не повлияет на репутацию Пугачевой. Невозможно перечеркнуть каким-то. Кто их вообще помнит и знает, откуда, из каких кустов они вылезли, они теперь пишут про Аллу. Ну кто они? Пара акробатов как-то рассказали мне смешную историю про свою маленькую собачку. Она все время лаяла на всех больших. Однажды собачка в очередной раз начала лаять на овчарку, та повернулась, гав, и собачка упала на спину с визгом. Вот эта история сейчас подходит к тому, что вот эти маленькие тяв-тяв про Аллу. Ну, она всю жизнь создавала свою репутацию в себя, свою правду, которую люди признали и полюбили. И она честная, и вот она такая. И теперь какая-то рожа. Когда смотрю на них. Они просто такие шариковые. Говорила Лайма латвийским журналистам. После ухода с российской сцены Аллы Пугачевой, по словам певицы, ее место заняли другие. Впрочем, она не считает их кандидатуру интересной. Посмотрите, кто выступает. Какие-то люди, забытые вышли. Они забыты не потому, что они плохие или хорошие. У них не хватило духу остаться на плаву. Они же были известные, но затихли. Потому что это большая работа и сильная выдержка. Не значит, что всю жизнь ты должен быть на пике, но ты должен быть узнаваем. Тебя должны помнить. Они пропали, их не было 20 лет, и вдруг они возникли. Теперь еще рассказывают, что это потому, что Алла им запрещала выступать. Нельзя помешать тому, у кого нет, рассуждала блондинка. Субтитры создавал DimaTorzok